сегодня в выпуске лукашенко хочет стать российским полковником путин полковник обещал мне полковника присвоить а потом и генералиссимусом станет белорусы стали национальным меньшинством об этом заявил так называемый министр юстиции лукашенко будет лечить людей по телевизору как кашпировский баба галя идет дружинники на референдум дружинника указали буду брать невольное место вольной в глубоком будет новая площадь лукашенко на прошлой неделе дал интервью российскому пропагандисту соловьеву и как обычно наговорил там много разной дичи среди прочего он через соловьева попросил путина присвоить ему звание полковника а то не гоже как то он подполковник а путин полковник получается он под путиным тогда я подполковник позвания же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую путин полковник обещал мне полковника присвоить до сих пор не присвоил полковника кого может присвоить путин российской армии ну тут он подскромничал повесил себе герб на погоны то почему звезду не может слабо что ли соловьев рассмеялся на предложение лукашенко не может же путин присвоить российское звание иностранцу каковым лукашенко еще является но это он зря мы разгадали коварные планы луки получит он российское звание и прилепит потом себе на погоны и российский герб и станет самым главным военным начальником поэтому тон звезду на погоны и не цепляет место бережет вот только эйсман заранее выдала его планы но в одном он признался точно править он будет вечно сколько лет руководителем беларуси будет лукашенко еще для себя внутри отвечаете на это нет если будет тяжелая обстановка вокруг беларуси ну как типа война война и еще важнее внутри нас будут как двадцатом году рвать всегда будет а если все-таки бабушка с косой придет но в его сознании мир без него не существует да не может существовать поэтому и говорит о вечном так вот почему ему война нужно чтобы править вечно мы в прошлом выпуске говорили про стеклянные глаза натовских солдат вот и баба галя ими заботилась а за мной погонами гавна простите главнокомандующего ой грышка вот глядзиш у вочи гэтага натовского солдата вот и стеклянные вочи и аж дрыжики по спине гатыш не человеческие стеклянные вочи у гэтых натовских солдат ай видела видела не твое дело видела еще а ты что думаешь грышка я гэты мериканцы на захваты спридуть да что ты думаешь добра будет я кэна забивать пачкнуть баб наших нас силовать начнуть гэты солдаты мериканские ай грышка так что ты уже ерунду не каю кажешь ай уже а не бы то я уже и баба благая правда грышка а лишь ну не меня будет это прислал он путин войска прислал он путин для нас своих солдатов и все у нас будет у парадку в а ты знаешь а командовать же будет наш и он же сейчас казал богатые видео ты по телевидению что путин ему полковника дать видел она что мы полковник он сразу себе орла причепить до герба и будет главный ну че так тига так самый главный будет наш бачка будет командовать усим войском вот и полковник те там генерал яш не разбираюсь и в этом и не эти американцы ты она тут и до нас не осунуться вот вот боятся конечно конечно гадки у нас президент усея 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 таки европа боится геноцидом белорусского народа будет заниматься не только генеральный прокурор андрей швед его слава не дает покоя икс прокурору а ныне послу беларуси в армении александру конюку он тоже решил в этом поучаствовать и сказал что нам надо убрать ненужную скромность в вопросе геноцида белорусского народа но наши силовики от скромности точно не умрут от них решил не отставать генерал хоменко который сейчас занимает пост министра юстиции он объявил войну нацменам и заявил что его подчиненные должны стать надежной преградой для всякого рода так называемых нацменовских ячеек сокращение нацмены придумали еще свое время большевики так что беларуси будет бороться с литовцами поляками украинцами и страшно подумать с русскими хоменко и сам уроженец донбасса так что он сам с собой бороться будет но нет это он с белорусами бороться собирается так званый министр вслед за своим патруном решил что нацмены это белорусские националисты видно по аналогии как бизнесмен или супермен так белорусы в беларуси и стали врагами правда у министра нет юридического образования но в нем для генерала нет надобности да и мозги ему не нужны главное как попугай вслед за главным повторять разную дичь как старом армейском анекдоте делают полковнику операцию на мозг врач вскрыл черепную коробку и тут в операционную залетает адъютант товарищ полковник вам присвоено звание генерал-майора офицер скакивает с операционного стола мозг в это время выпадает нахлобучивает на голову фуражку и бегом направляется к выходу врач ему а мозги а зачем они мне сейчас несмотря на то что пациенты психбольниц сейчас занимают высшие руководящие посты и надобность во врачах этого профиля отпала нормальных людей лечить некому особенно кадровый голод ощущается в маленьких городах и поселках недавно в рассонской больнице прошло заседание медико-санитарного совета на котором главврач обозначила главные проблемы здравоохранения района это и кадровый голод высокая нагрузка на врачей нехватка оборудования ужасная демографическая ситуация в районе смертность значительно превышает рождаемость за полвека население района уменьшилось почти вдвое по легендах этого края почти 200 лет назад писатель ян борщевский уроженец этих мест написал книгу шляхтич завольня или беларусь фантастических рассказах центральным образом книги является плачка собирательный образ беларуси она оплакивает былую славу величие края оплакивает своих детей которые или погибли или забыли и предали ее простые люди не могут понять плачку из-за своей необразованности а так званая элита из-за своей глупости и высокомерия 200 лет прошло а ничего не изменилось бал по-прежнему правят разные монстры и вурдалаки а пока в стране медиков не хватает то и студенты стали нарасхват на помощь медикам направлено более 300 студентов старших курсов гродненского медуниверситета около ста в брестскую область студенты будут работать до конца недели но если ситуация с коронавирусом не улучшится то и дольше все же эта работа по специальности не на картошку отправляют как раньше и несмотря на острую нехватку медиков власть продолжает увольнять тех из них кто проявил нелояльность во время протеста в 2020 года и сейчас ситуация с заболеваниями такого что диагноз уже по телефону ставят а лечить скоро будут через телевизор и врача одного достаточно как кашпировского свое время ну чем не дурдом если такая тенденция будет продолжаться она естественно продолжится то министерство здравоохранения можно переименовать в министерство здравоохранения для охраны порядка на избирательных участках милицейских сил уже маловато помогать им будут еще и дружинники а где бабуля а вы кто я дружили а вы сторож давайте вязать этого в дружины будет набирать молодых людей как белозерской брестской области но баба галя решила не оставаться в стороне и податься в народные дружинники здорово кума а кум гришечка здоров здоров як ты там а ну ничего так а шо ты рубишь а его гришка поглядишь то раблю этого повязки на гэтэ пора бить на черную красные на рукавы гэтэ на референдум дружинника указали будуч брать ну как маргунов киня ну так вот я собира блю тебе можно срабить и пойдешь ты на референдум дружинникам то без раблего повязку разом поедем на халерину мне ну а игрушка вот ты не понимаешь слухай гэтэ зъехал отряди вот наш гэтэ сапрончик зъехал зъехал беглый бочебешник хаты засталася засталася хата красивая великая а батька сказал что недвижимость будет убеглых забирать а куды будет зевать будет раздавать таким як я таким который за батьку вот а праседаціка казала мене уже записала угот в очерч як присталіне як будичек присталіне гришка а шо дрэнна була присталіне присталіне так сама вон раскулачували гэна внушибір ссылали и толк был и за труда дни рабілі и толк был и хай будичек присталіне тады ну ну вот и будич у нас як присталіне при бачку як присталіне и добра и до аби вайны не було гришка аби вайны не було а пока одних молодых людей записывают дружинники других шмынают правда сейчас это называется красивым выражением профилактический рейд и сделано это по словам так называемых правоохранителей для блага молодых людей еще раз напомнить молодым людям об опасности разного рода игр с наркотиками главный герой рейда собака бетти опытная ящейка заглянула в каждую комнату чтобы проверить их на наличие запрещенных веществ ну и конечно же только для блага из лучших побуждений со следующего года в беларуси будут отменены экзамены по истории беларуси иностранному языку все правильно зная иностранный язык молодые люди будут думать куда валить а зная историю будут знать кого валить оставили только два экзамены по русскому или беларускому языку и математике все логично свой язык нужно знать чтобы протокол правильно составить или начальству одно место подлезать а математика нужна чтобы правильно отнимать и делить а складывать и умножать можно и не учить а историю беларуси вообще учить трудно ее каждый год корректируют в зависимости от того что главному историку в голову взбредет а в последнее время обострение этом частое даже от пары года не зависит и ящен пень только для светлого будущего молодых людей в глубоком что на витебщине на улице ясной напротив школы ставят новый отдел принудительного исполнения тут прогресс налицо еще не так давно судебные исполнители занимали один кабинет здание старого суда потом глубоком построили новый суд а судебные исполнители заимели несколько кабинетов на территории почты но и этого им мало сейчас у них будет здание не уступающая по размеру суду когда-то здесь планировалась привокзальная площадь исторически железная дорога из глубокого вела вильню но сейчас часть дороги разобрали и сюда приходят только спецвагоны которая возит заключенных или из местной тюрьмы или в тюрьму поэтому логично здесь построить еще новое отделение милиции и прокуратуру чтоб уже все в одном месте было и зара топлива на переезды не жечь а поскольку улица вольная в глубоком уже есть то площадь можно будет вместо привокзальной назвать невольной правда со сроками не успевают но к дожинкам справится ведь основной денежный урожай здесь будет собираться если еще останется с кого а в миорах кстати тоже на витебщине люди никак не могли понять что находится в продукции местного мясокомбината а именно в рулете пикантный или это кабана не о чем было смолить или в продукцию крыса попала но баба зина разгадала замысел миорских производителей алё 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 галька слышишь меня слышь все нормально тебя ну вот а слушай я тут новость смотрела так обсуждает все новость нашли там в колбасе какую-то там щетину ну шерсти кусок такой обсуждают от проблему нашли так это же уже давно ты знаешь что люди то стали уже проверять качество колбасы то на катах и чтоб коты ели колбасу мерцы молодцы да и не только мерцы там уже многие знаю но другие предприятия они уже давно стали в колбасу подкладывать мышатину кресятину ну тут как-то вот но не переработалась хорошо так вот это щетина попалась от новость я считаю так молодцы же правильно молодцы умные как колбасу еще лучше продавать на этом у нас все жесть стране продолжается ставьте лайки пишите комментарии делитесь этим видео с друзьями до новых встреч в палате номер жесть а